Детей ещё в младенчестве. А как вы думаете, мы должны принимать крещение по собственному желанию или всё же довериться решению родителей? Вы знаете, я вам скажу так. Когда семья действительно христианская, когда действительно она видит все возможности к тому, чтобы, воспитав ребёнка, он сам придёт к этой вере и будешь жить христианином, ну что же, тогда так и быть можно. Если же этого нет, а, к сожалению, этого очень часто нет, то мы тогда ребёнка превращаем вот в кого. Я вам процитирую. Вы знаете, вот в этом вопросе я стараюсь быть предельно объективным. Вот я вам привожу слова одного из знаменитых отцов. Кстати, в истории церкви, знаете, было всего три человека названы богословами. Всего трое в истории церкви, хотя было их очень много. И вот я приведу вам слова третьего богослова – Симеона Нового Богослова. Что он пишет? «Крещённые младенчестве, но не живущие затем по-христиански, подвергаются гораздо большему осуждению, чем некрещённые, как осквернившие в святую твою одежду Господи». Никто об этом не говорит. «Подвергаются большему осуждению, чем некрещённые». Ну, это как, знаете, человек вот что-то взялся, человек какой-то говорит, вот я сделаю и не сделаю. Что будет? Тот, который не брался, ну, а взялся и не сделал. Более того, он бежит даже так. Крещённые младенчестве, как ещё несовершенные умом, ещё не понимающие, принимают и благодать несовершенным образом. Поэтому они очень часто, став уже взрослыми, не живут христианской жизнью и получают на себе возмездие. Слышите? Вот какие опасности! А само по себе крещение, когда оно принимается без веры и без вот этих условий, условий, оно, кажется, или ничего не даёт человеку. Об этом пишут опять святые. Святые. Кирилл Иерусалимский, патриарх святой, в IV век пишет. Если лицемерить, он пишет, то есть, что он лицемерить не в смысле только обмана, а в смысле того, что по обычаю в IV веке Константин Великий принял христианство, и все бросились. Знаете, как часто бывает? Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слышите, как? Формально всё. Крещеный? Крещеный. Но они говорят, крещение – это же не магия. Нельзя с помощью ритуала и произнесённых слов заставить Духа Святого войти в человека. Он-то в кого входит? Только тот, кто действительно способен принять. А способность принять – это зачем? Тем, о чём сказал Христос. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Марк Подвижник то же самое пишет. Если ты веруешь и крестишься, тотчас Дух Святой даётся тебе. А неверным – неверующим, и тем более зловерующим, и по крещении не даётся. Вы подумайте только. А мы радуемся крещённый. И совсем не думаем. Не думаем об этом. Были времена, когда действительно все были верующими. Когда человек воспитывался действительно в атмосфере веры. Ну, вся Россия, весь народ был верующим. И особенно беспокоиться было нечего. Он крещён, наверное, младенцем, он возрастал христианином. А в наше время? Когда он возрастает, он говорит, а что вы меня крестили? А вы меня спросили? А меня спрашивали? Ну, пошли вы все! Не так давно в Аргентине была целая демонстрация молодёжи. Огромную причём демонстрации. Когда они пришли с плакатами к резиденции архиепископа, кардинала. С плакатами какими? Мы вас не просили нас крестить, и мы требуем, требуем, чтобы оно было аннулировано. Ну, конечно же. Вот какие вещи. Я говорю ещё раз, когда Русь была, что называется, святой, ну, скажем так, всё понятно, все воспитывались в этой. А сейчас, повторяю ещё раз эти слова Семёна Нового Богослова, потрясающие, да, что крещённые в младенчестве, но не соблюдающие в своей последующей жизни христианских заповедей, понесут большее осуждение, чем не крещённые, как осквернившие в святую одежду Твою, Господи. Вот так, вот что говорят святые отцы. А я сам ничего не знаю. Семёна Нового Богослова